Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик, это новый обзор наших любимейших дронов, поэтому прямо-таки сейчас поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, ну и напишите в комментарии, как всегда по стандарту, какой дрончик мы тестируем следующий. Сегодня у нас будет тест бустера, как по мне лучшего дрона вообще в принципе в нашей любимейшей игре, я думаю, что сегодня я вам попытаюсь это все дело доказать, надеюсь, что у меня все это дело конечно же получится. Почему же он лучший? В чем же его суть? Это конечно же тот самый нереальнейший большой урон, который мы наносим в течении 5 секунд при полной прокачке бустера в любом бою. Конечно же тестировать мы данный дрон будем сегодня в матчмейкинговых боях, как по мне данный дрон вообще можно использовать в любом матчмейкинговом бою, и поэтому давайте я нажму быстрый бой. Что касаемо пушек, то тут я бы наверное остановился на трех пушках, на которых реально нагибает данный дрончик, это как по мне гром с кувалдой, желательно без кувалды, не знаю, не пробовал, возможно таки без кувалды тоже нормально гнет, но я привык играть на громе именно таки с кувалдой. Страйкер с уранчиком желательно, ну и конечно же молот с дуплетом, вот эти именно такие три пушки, которые в последнее время с дроном-бустером просто разрывают все. Будь там контроль точек, будь там штурм, будь там, не знаю, ДМ, ТДМ, Джаггернаут, без разницы где, вы всегда будете с данным дроном приносить пользу своей команде. Сегодня мы потестируем именно таки данный дрон на двух пушках, на третьей пушечке я особо таки много не играю, поэтому не вижу особого смысла тестировать данный дрон именно таки с молотом, ну а что касаемо грома и что касаемо страйкера, то тут по полкаточки я думаю, что данный дрон мы конечно же затестируем. Вот я прожимаю ДДшечку, с двух выстрелов быстренько сливаю противника, по полторы тысячи урона у нас вылетает, ну это реально тот самый урон, который и должен вылетать у нас с нашей любимейшей пушечки. Как по мне гром, ну это просто с кувалдой, это та самая пушка, с которой ты можешь четыре, если не ошибаюсь, грома выдать с бустером, ну это вообще просто божественно круто, что касаемо страйкера, то ты там успеешь только выдать два страйкера, но они и будут вылетать с уроном по пять тысяч, нежели именно таки с громом, там если не ошибаюсь, две с половиной тысячи максимальный урон по танку, если он именно таки без ДДшки, возможно больше, может быть я ошибаюсь, это конечно не точная информация, но как-то, как-то, как-то так. Что касаемо у нас карты, то у нас Йоркшир, АСЛ, такой вот штурмик нас подкинуло, и я думаю, что нам надо, конечно же, с данным дроном искать максимальное количество игроков в одной определенной зоне. Конечно же, использовать данный дрон лучше на сплэш-пушках, ни на каких, ни на твинцах, ни на жигах, ни на фрезах, но хотя в принципе, если логически подумать, то данный дрон можно использовать даже и там, но используя данный дрон на пушках сплэша, который наносит огромнейший разовый урон еще и по нескольким танкам, тем самым вы приносите на наибольший именно таки вклад своей команде и наибольший вообще процент и КПД именно таки к вашему нагибу в битве. Что же касаемо именно таки реализации данного дрона за счет дропа, его также реализовывать можно с подобранных коробок, которые у нас падают на земле, либо лежат, вот как у нас сейчас ДДшка лежит. Если же у меня своя ДДшка на кулдауне, я спокойнейшим образом, если у меня сейчас получится, подбираю дроповую ДДшку, нет, мне здесь парень, конечно, обломал, но если бы я подобрал данную ДДшечку, то она бы у меня сработала так же само, как моя простая, и я бы так же само спокойнейшим бы образом наносил максимальный урон в два раза больше, в два раза больше урона и, ну, я не знаю, я вот серьезно, вот за все время, то, что я искал минусы данного дрона, единственное, что я нашел, это то, что когда вы прожимаете ДД, надо быть очень осторожным, чтобы не задамажить по себе. Вот это вот такой самый главный минус, когда вот вы, ну, блин, просто когда, например, на страйкере, я сейчас, конечно же, через минутку где-то уже переоденусь, потому что на грамме у нас тут в такой катке не особо-таки много уже и противника даже встречается, на страйкере он более такой жесткий урон вылетает, но хотя, в принципе, на грамме тоже неплохо идет, то на страйкере вот именно-таки в этом плане я страдаю очень много, ну, просто вы когда стоите в упор, да, вот вы стоите в упор и просто даете выстрел в 5000 урона, вы понимаете, что вы при любом раскладе сами не выживете. Вы дали урон, нереально большой, колоссальный, но при этом вы также сливаетесь, поэтому надо очень аккуратненько играть и пытаться не дамажить по себе. Ну, а что касаемо других аспектов и пунктов, если, например, на каких-то других дронах можно там использовать в определенных режимах, так же, как у нас было с дроном, который мы тестировали предыдущий, как он у нас там назывался, я уже даже забыл, как он назывался, ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, то там имеются режимы, на которых вы, в принципе, можете его использовать, на каких-то режимах вы его не можете использовать, вы не можете на нем нагибать. А здесь все просто, вы берете, не думаете вообще о том, что у вас, может быть, там не пойдет игра, может быть, там он будет бесполезен. Такие дроны не могут быть бесполезны в любых форматах, в любых картах, так как вы привязаны именно-таки к своему урону и за счет этого вы приносите пользу своей команде. Поэтому минусов здесь не может быть. Я хотел, наверное-таки в одной катке попробовать реализовать две пушки, но я так понимаю, что было бы разумно, наверное, сыграть два бойка, один бой именно-таки с Громом, другой бой с Страйкером, поэтому давайте мы реализуем данную всю ситуевину таким образом. Я понимаю, что вам не особо нравится смотреть долгие ролики, многие мне пишут, что типа, банка, прекращай снимать ролики по 20 минут, как мы тебя будем смотреть? Ну, ребят, если вам не интересно, вы можете просто в любой момент остановить и поставить данный ролик на паузу, пойти куда-нибудь там отдохнуть, а потом с хорошим настроением взять, продолжить, досмотреть интереснейший ролик. Если он вам реально понравился, то просто взяли, досмотрели и все, никаких проблем не может быть. Как по мне, все просто сделали и красиво закончили на позитивной ноте, но и не написали именно в комментарии, блин, что за ролики, нафиг ты такие делаешь? Ну, ребят, у каждого свое мнение, как по мне, именно-таки рассказ про дронов должен быть не просто тупо в одной катке, и потом мне, например, могут предъявить за то, что я, блин, ну сыграл одну матчмейкинговую катку, в ней ничего не показал и сказал, что дрон крутой. Но это же тоже неправильно. Ты должен понятно объяснить и разобраться в этом дроне. Надеюсь, что вы поняли все те ребята, которые не понимают все с первого раза. Что касаемо грома, то последнее время от него резиста больше, чем от страйкера, и поэтому его реализовать в матчмейкинговых боях намного-таки тяжелее с данным нимбующим дроном, поэтому я предпочитаю последнее время именно-таки страйкер. Все видели, все знают, все понимают, насколько часто я играю с данным дроном и с данной пушкой на стримах, и поэтому для всех тех ребят, которые еще не видели, которые знают, но не до конца понимают, в чем суть и в чем вся прелесть, сейчас мы еще одну каточку сыграем, и все это дело, конечно же, покажем. Но когда вот по 3,5 тысячи урона вылетает с ддшки, ну это что может быть круче, ребят? Это быстрый колоссальный урон с кувалдой, 3-4 грамма с бустером, но это просто божественный урон, и даже те ребята, которые думают, что вылетает маленько там циферок, не знаю, маленький урон, говорят, что это фигня, этот бустер не тянет, но вы глубоко, ребят, ошибаетесь, это реально тот дрон, который может приносить огромнейший плюс, огромнейшее количество очков к вашей именно таки игре, и за счет данных киллов вы спокойно можете занимать первые места в матчмейкинговых боях. Серьезно, весь данный челлендж, который я выполнял на своем основном аккаунте, я набивал на бустер, это тот самый дрон, который нужно использовать здесь, и который реально может быть полезен везде. Мало бывает таких дронов, которых можно использовать во всех режимах, на любых картах, но это тот самый дрон, который, если у вас его еще нету, который вам необходимо именно таки приобрести, и спокойненько брать и нагибать противника. Конечно же, если у вас данный дрон не фулл прокачан, или там прокачан на половинку условную, то он не настолько скилловый, это так со всеми дронами работает. Ну, что касаемо именно таки данного дрона, ну, постарайтесь, ребята, вложить эти кристаллы, я вас уверяю, что данные кристаллы, которые вы потратите на прокачку данного дрона, точно не пойдут впустую, и то, что они именно таки принесут пользу, я почти на 100% в этом уверен. Если не сказать на 100%, то, ну, не знаю, ну, 90% вашего нагиба я вам точно обеспечиваю, если вы, конечно же, не полный там рак, который играет с Тео Мобайл, с приваренной башней, и говорит, что данные дроны не нагибают, ну, тогда, сори, тогда эта тема именно таки не для вас. Так что мы сейчас быстренько берем, переодеваемся. На громе вы всю эту ситуацию видели. Первое место стабильно за деф. Ничего я особенного там или удивительного в данной катке не делал, но стабильно первое место занял, свой урон накидал. Ну, а что касаемо сейчас именно таки страйкера, вы все, ребятки, это увидите. Я надеюсь, что нам сейчас закинет еще не на какую-то нубскую там карту в виде Бриста или Магистрали, и, ну, в принципе, Парма ЦП, это та самая карта и тот самый формат, где можно данный дрон реализовать почти на максимум и показать, на что он вообще, в принципе, способен. Главное, наверное, таки сейчас занять какую-то более определенную, лучшую, выгодную позицию. Ну, вот давайте так. 5000 урона уже вылетает, вылетает еще 5000 урона, и промазал я третий, но если не ошибаюсь, то третий бы тоже с 5000 вылетел бы именно таки страйкер, и в сумме за 5 секунд я бы нанес 15000 урона. Вы просто вдумайтесь, за 5 секунд 15000. Что может быть лучше? Вы найдете мне лучший дрон? Если вы нашли его, пишите в комментарии, но я уверен, что более чем, что лучше дрона по урону вы в нашей игре, конечно же, не найдете. Что касаемо вообще, в принципе, данной карты, то эта карта является, наверное, одной из самых моих любимых для реализации именно таки страйкера, и поэтому то, что меня сюда закинуло, это вообще просто конкретная удача, и здесь, наверное, можно было бы даже попробовать набить каких-нибудь 600-700 опыта, я, конечно, не буду загадывать, но постараться, в принципе, данное количество набить можно. Главное, правильно реализовывать свою пушку, правильно реализовывать свой дрон, ну и, конечно же, использование данной расходки. Давайте, наверное, таки быстренько сольемся. Даже вот еще один момент, который я, ребятки, хотел сказать, то, что кулдаун данного дрона является не таким уж медленным, поэтому юзание именно таки, не юзание, именно прожатие ваших аптечек и зачастую является лишним движением в использовании данного дрона. Так как вы прожимаете свою ДДшечку, если нет никакого дропа рядом с вами, вы просто идете на респ и спокойнейшим образом, ну сейчас, конечно, так делать нельзя, у меня и так было мало ХП, я только-только включил ДДшку и даже никакой пользы не принес, потому что не совсем правильно реализовал данную ДДшечку, можно было бы, конечно, подождать и дождаться игроков, которые бы только-только подъехали, но это была печальная реализация и такой реализации вы, конечно, не должны допускать, но зачастую такое бывает. Ну, надо приостерегаться таких моментов и включать именно таки ДДшку тогда, когда вы уверены, что вы сможете нанести урон по противнику и хотя бы один, может даже два там танка успеете слить за эти пять секунд. Это более правильная реализация и, в принципе, ничего сложного в этой реализации нет, только надо помнить то, что вам нужно находить противника. И сейчас мы, конечно, сольемся. Возможно-таки не будем даже пытаться прожимать именно таки аптечку сейчас в каком-нибудь моменте и покажем, как можно просто с респа, включая одну ДДшку, реализуя один бустер, потом уходить на респу и опять сразу же сходу за буквально 30 секунд реализовывать еще один бустер и еще один именно таки урон. Полторы тысячи по резисту, еще полторашка вылетает, итого 3000 наносим урона по танку, который имел 41% от меня и это являлось очень хорошим показателем в итоге. Мы сливаемся. Дрон у нас очень быстро перезаряжается, при том, что катку мы сливаем, а это значит, что надо как-нибудь еще жестче играть, еще больше куч находить. Сейчас бы, наверное, было бы разумным выстрелить туда, но я, как всегда, промазал. Опять тот же танк, опять полторашечка вылетает, но ребята уже понимают, как играть против моего страйкера и не совсем правильно получается его использовать. Возможно-таки надо сместиться куда-то в центральную зону, наша команда начинает что-то сильно проседать, поэтому давайте сейчас сместимся в центр. Один отличный урон вылетает, второй отличный вылетает, танк уходит на респ, а меня начинает фокусить, потому что знают, что это я. Но так всегда и бывает. Надо было, конечно, надеть какую-то никчемную красочку, не привлекать внимания и спокойненько тогда реализовывать свой любимейший дрон и свою любимейшую пушку. Но я так не сделал, поэтому немножечко в этом плане поплатился. 40% резиста было у танка без ДАшки, и он ваншотится за счет нашего любимейшего страйкера и дрона-бустера. Именно-таки в этих моментах на 100% я понимаю, в чем прелесть данного дрона и каким образом можно его реализовывать в любом бою. Конечно, стоит еще не забывать про ДДшки, которые у нас лежат на карте. Сейчас мы одну подберем. Я думаю, выстрел даже отличный выдадим. 3000 урона влетело по ДАшному танку. Здесь уже второй был без бустера, но все же даже вот такие вот моменты отличную пользу приносят для вашей команды, и вы спокойно можете внести огромный вклад к своему набору опыта в любом бою. Сейчас давайте сведемся просто за счет своего нагибаторского урана нагнем парня. Что же такая вот смока противная, которой надо, блин, всегда меня сливать? Ну зачем вот этой ерундой заниматься? Я не понимаю таких игроков, которые специальнейшим образом едут на меня и специально хотят мне подсадить и что-то мне доказать. Что можно мне доказать в простой матчмейкинговой карте? Конечно же, ничего. Две минуты остается у нас до конца данной карты. Мы выигрываем, в принципе, почти 500 опыта. Я уже с данным нагибаторским дрончиком набила. Это значит, что реализация данного дрона присутствует и она помогает мне в набитии опыта в матчмейкинговой катке. Для всех тех ребят, которые думают, что я нес какую-то хрень и просто так рассказывал то, что он типа нагибает, на самом деле ничего не нагибает. Вы можете в этом всем деле убедиться, вы видите опыт. И это не какое-то там совпадение, то, что мне вдруг тут повезло или там противник какой-то слабый попался, поэтому я на первом месте. Здесь все реально четко по факту. Вы играете, опыт идет, занимаете первое место, нагибаете противник. Просто, легко. Поэтому, ребят, ну реально, ребят, если у вас нету данного дрона и вы вот, например, сидите и думаете, какой бы мне дрон выбрать? У меня имеется сколько там их, 10 или 12 дронов? И какой же выбрать для, например, для матчмейкинга либо для каких-то ББПшек, не знаю, даже в ББПшках сейчас реализуется у нас дрон или нет? Если реализуются, отпишите по этому поводу обязательно в комментарии. Мне бы хотелось бы это мнение вообще услышать. Все, кто играет у нас ББПшные карты, пожалуйста, ребят, ответьте на данный вопрос. Какой бы мне дрон выбрать? Я бы, конечно же, ребят, советовал выбирать данный дрон. Использование его в любой матчмейкинговой карте принесет вам успех и принесет вам определенный опыт, бонус, опыт к вашему именно-таки нагибчику. Давайте вот мы сейчас сведемся по данному пулеметику. Я думаю, что он постоит рядом с Жигой. Мы двоих танчиков унесем. 5500 с одного выстрела. Это, конечно, очень-таки круто. Это очень-очень-таки стабильный урон. И при этом мы еще эту карту обязаны, наверное, таки выигрывать. Нет? Но я же не думаю, что мы возьмем сейчас и за 30 секунд до конца данной катки просто возьмем и проиграем. Давайте я еще разочек сведусь уже, конечно, без бустера, но все же реализация своего дрона доказывает, что она имеет смысл быть и то, что данный дрон в любой матчмейкинговой карте можно реализовать для себя и для своего же блага. Не то, что вы там будете использовать какие-то дроны, которые помогают вашей команде. Зачем вам такие дроны? Зачем вам помогать своей команде, когда здесь, например, в определенных там то ли челленджах, то ли вообще в принципе в заданках вы должны понимать то, что здесь надо играть на себя и надо делать так, чтобы вы занимали свои первые места. Да, это единоличник, да, но оно так и есть. Оно так и есть, ребят. Поэтому, если вы еще до сих пор не решились, какой вам дрон брать, покупайте бустер, прокачивайте его на фулл. У меня на этом сегодня таки все. Не забывайте, ребят, про подписочку на канал, лайкосик данного ролика, если не поставили, но обязательно, ребят, поддержите, пишите в комментариях, какой мы следующий дрон тестируем. Я думаю, что у нас еще парочку интересных дронов на обзор имеется, поэтому пишите, какой тестируем. Будем тестировать дальше, рассказывать, показывать, плюсы, минусы, сравнивать, как-то так все это дело преобразовывать. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok